МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ Настоящий мужчина должен посадить дерево, вырастить сына и построить дом. Нам плевать, настоящий вы мужчина или, может быть, вы вообще женщина. Если вы умеете талантливо сажать, растить и строить, тогда добро пожаловать на наше шоу. У нас есть сцена, у нас есть зрители, у нас есть герои, которые выходят на эту сцену и показывают свои таланты. После чего они отправляются в специальную комнату, которая называется «Сливочная». Там они ждут своего приговора. Если зрителям понравился талант героя, они нажимают на зеленую кнопку, и тогда герой становится претендентом на обладание главного приза, который называется «Кэш». Но если талант зрителям не понравился, и они нажали на красную, тогда героя ожидает настоящий трэш. «Кэш» или «Трэш» решают зрители. У меня зовут Чага, это самое трэшовое шоу на всем российском телевидении. «Кэш» и «Трэш» на МТВ. Поехали! Имидж для артиста все равно, что кольцо для парашютиста. Или кирпич для каратиста, или плетка для садомазохиста. Так, о чем ты? А, да, наш герой просто поет. Сергей, 25 лет, водитель. Покоряет ледяные вершины. Однажды приехал на свидание на тракторе. «Этой песней я покорю тебя, страна». Встречайте, Сергей. Молодец, Сергей, что пришел. Я тут приготовил специальный микрофон. Что было, что будет, да только холодная грусть Живёт в моём доме и ходит по дому кругами. Как жаль, тебя со мною нет. И серый город так простужен, А мне не нужен целый свет. А только луч надежды нужен, Как жаль. А мне не нужен целый свет. Даже представьте, не можете, кто был до вас на этой сцене. Не страшно. Ладно, голос у вас потрясающий, но вот я говорил об имидже. Вы не думали никогда, чтобы вот как Филипп Киркоров в перьях, там, или как Пенкин в боа? Ну, для меня, так сказать, это не так важно. Для меня важно выложиться и передать всю, наверное, любовь, эмоции зрителю. Ты выложился, передал эмоции, отправляйся в сливочную. Может быть, перьев добавят тебе наши зрители, которые проголосовали во время твоего выступления. Да, перьев и прочего трэша. Я так и знал, он сразу сел на карты. Рад, что тебя не достали, тебе ни перья, ничего. Ну, ладно, мы тебя поздравляем. Отправляйся в комнату ожидания. Может быть, тебе достанется кэш. Спасибо нашим зрителям. Они ценят настоящий талант. Жаль, что он уходит все-таки в своей одежде. Вы знаете, когда Сергей только подошел вот к этому точке G, как я ее назвала, я подумала, какой-то клоун сейчас выйдет, начнет что-то плясать, исполнять. И я вот уже красную кнопочку, палец держала на красной кнопочке. Но когда он вышел, бровки вверх вздымил свои. Я так и поникла, думаю, где зеленая кнопочка, потому что он не только безумно талантлив, но и артистичен. Ну, как бы я ни хотела, чтобы облили грязью, первый номер далеко не комом. Хороший голос, сразу видно племянник, наверное, Николая Баскова, но не угадал с имиджем. Очень красивая песня, очень душевная. И, честно говоря, плевать на стрижку, плевать на рубашку. Пусть он хоть голый бы вышел, когда душа на распашку, это видно. Конечно, надо еще доработать, но он талант. Я просто-напросто не ожидал, когда загорелся в сливочной комнате зеленый цвет. Это для меня какое-то открытие. Муха села на варенье, вот и все стихотворение. Но, как известно, мухи садятся не только на варенье, поэтому наш герой выходит в простыне. Андрей, 20 лет, шоумен, нежно любит футбол. Закрутил роман с мамой своей девушки. Сегодня будет настоящий трэш, и я точно получу кэш. Андрей, встречай. Не говорит мне ничего. Мне осталась одна забава. Пальцы в рот и веселый свист. Прокатилась дурная слава, что похабник я и скандалист. Ах, какая смешная потеря. Нету в жизни смешней потерь. Стыдно мне, что я в Бога верил. Горько мне, что не верю теперь. Золотые, далекие дали, все сжигает житейская мразь. И похабничал я, и скандалил для того, чтобы ярче гореть. Дар поэта ласкать и корябать. Роковая на нем печать. Я не рэп. Я, честно говоря, в школе тоже учил этот стихо, но не помню ни черта. Здесь, наверное, солидно поработал над имжем. Где скатерка-то сперек? Это не скатерочка. Прошу заметить, это простыня. Простыня твоя мамы? Между прочим, новенькая. Приготовился специальный сценический образ. Я имею в виду, что понимаешь? Да, да, да. Солнечничный. Я смотрю, мне завидуют. Конечно, тебе завидуют. Тебе будет завидовать еще больше, когда ты пойдешь в сливочную, и мы узнаем, что же наголосовали наши зрители. Дайте что-нибудь. Дина. Что-то долго. Что-то долго Пушкин не идет. Блин. Неожиданный подарок. Мы просто узнали, что именно сегодня у Андрея день рождения. И таким вот образом решили сделать ему подарок. Аплодисменты. Подарочный трэш для городкова сумасшедшего. Парень реально крут. Сегодня он себе заработал на пирог, на простыню. Сейчас поедет в метро, заработает еще на вечерний хот-дог. Поэтому мы были против него. Пришел явно не для того, чтобы показать свои таланты. Хотя талантливый он прочитал свои стихотворения. И с катерским все у него хорошо. Но зная его истинные цели, я сказала себе, жми красную кнопочку. И его желание осуществиться. Поэтому, я думаю, он счастлив. Все думали, что на него что-то свалится, а ему дали в лицо тортом. Это было очень круто. То, что я хотел, то я получил. А именно я по трэшу. А вы меня накормили тортиком за свои бабки. Что ж, я люблю халяву, трэшить. И с ними все круто. Спасибо. Факт не вам. И все-таки Пушкин был рэпером. Но посудите сами. Он был черным, он сочинял рифмы. И в конце концов его убили в уличной перестрелке. Наш герой далеко не Пушкин, а все туда же. Илья, 22 года, студент. Пинает меч и двери. Отрабатывал долг, раскрашивая забор. Сегодня я покажу, как нужно делать правильно рэп от души. МС Крик здесь на Кэшн Дрэш. Отпускай, топи корабли. Отпускай, не забудь те дни. Отпускай, я буду в памяти твоей. Но всегда в сердце, как зимой первый снег. Когда теряешь что-то, но ты почти на вершине. Когда ты один, но видишь мир шире. Когда палитра красок имеет два цвета. Радужный мир превращает в черно-белый. Когда твой телефон и голос заменяют гудки. Когда на паранойя ты меняешь кайф на жизнь. Близкий человек вдруг стал чужим. Внутри холодная буря сносит часть души. И ты была счастьем. Частью моего мира, любовью, теплотой, нежностью его одарила. Но мимо все этого нет теперь. И наша сказка закончилась закрытой дверью. Замки от сердца поменялись и стали другими. Раскололось вмиг то, что было единым. In the sky, улетай, отпускай меня. На малом месте, внутри большого корабля. Отпускай, добей корабли. Отпускай, не забудь те дни. Отпускай, я буду в памяти твоей. Навсегда в сердце, как зимой первый снег. Класс, класс. А есть в своем репертуаре, может, какие-то веселые песни? Есть веселые, есть и грустные, есть и подземные, такие клубные. Подземные песни? Андеграунд крот. Что-то в этом духе. Окей, ладно, отправляйся в сливочную. У нас есть специальная церемония перед тем, как получить кэш. Нужно немножко поволноваться. А может быть, это наши зрители уже проголосовали. Ничего святого, ничего святого у наших трэшеров. Ну что, МС Крик, может быть, хочешь сказать что-нибудь зрителям, которые в основном проголосовали за трэш? Которые проголосовали против, они, значит, никогда не любили, не испытывали это чувство и просто не прошали с этим рэпом. Вы поняли? Это говорит вам МС Крик. Спасибо тебе огромное, отправляйся домой, и пускай мама постирает твои вещи. Что отпускаем кого, куда, так непонятно. Поэтому я против. Хочется дополнить ее, сказать, просто нужно иметь свой стайл, а не копирую какой-то американский кал. Согласна. И музыка грузит, она смысла никакого не имеет, она ужасная. Я долго ждал, когда он окажется в сливочной и когда его оболью. Он молодец, потому что у него был его лучший номер в сливочной. У этих зрителей нет души, как бы, и они не чувствуют сердце. У них дело в сердце просто. Генчик – это маленький гений. Надеюсь, нашему герою хватит таланта, чтобы покорить сердца наших зрителей с помощью танца. Генчик. 20 лет. Бармен-хоккеист. Любит размахивать своей клюшкой. Всегда завтракает маринованными огурчиками. Я взорву этот танцпол. Встречаем, Генчик. Ох, да! Чё-пи-пи-салт, нэ? РАК-дэсс! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай ещё! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А теперь у нас парный танец. Я хотел пустить с тобой волну, но ладно, пускай не сегодня. Скажешь, тебя в метро не спрашивают, что ты внукам своим скажешь, когда ты видел это всё? Я фанат группы КИС. Фанат группы КИС, действительно. Я был на концерт КИС, а все так и выглядели примерно, как ты. В шортах, вот, голая по пояс. Гавайи меня ждут. Да, мне кажется, ты специально догадился, чтобы не обляпаться в сливочной, нет? Нет, просто мне такой образ. Да? Люблю удивить. Не врёшь мне? Зачем? Хорошо, ладно, иди. Сейчас проверим. Ребята, вы надеялись проголосовали уже? Ребята, вы надеялись проголосовали уже? Герои, поэтому решили его немножко подкрасить, чтобы у него не было вида. Пришёл голый дрищ, побился тут в конвульсиях, залетел в эту кабинку, готовый абсолютно обоспаться, ну, в принципе, что и получил. Чувак, ты мне напомнил Борю Моисееву в молодости, танцующего под кислотой, полный отстой. Видно, что на одежду он ещё только копит, поэтому я голосовал против, но всё равно он молодец. Позитив. Ребята, всем спасибо, я стал аватаром, всё круто, всё здорово, публика тоже очень классная. Большая красивая грудь, сочные губы и роскошные волосы. Одного только этого набора хватит, чтобы выгореть сердца наших зрителей. А если к этому прибавить ещё и танец под свечником на голове, тогда получится наша следующая героиня. Тамара. 22 года, студентка. Умеет ловить копья на лету. Ходит на лекции без нижнего белья. У меня есть всё, что нужно для победы. Тамара! Спички, детям, не игрушка. И осторожно. Спички, детям, не игрушка. Спички, детям, не игрушка. Спички, детям, не игрушка. Офигенский, отгенский, Тамара. Странно общаться с женщиной под свечником. Я так понимаю, ты пришла к нам без нижнего белья, да? Да. Это был риторический вопрос. Ладно, отражаем мне вот такой ещё вопросик. Есть какие-то сменные насадки у этой штуки? Сменные насадки? Ну да, не только под свечником, что-нибудь. Есть сменные свечи. Я бы, собственно, отправил тебя в сливочную вместе с подсвечником, но правила пожарной безопасности не позволяют мне этого делать. Иди, я буду освещать тебе дорогу. Тамара, душа моя. Аплодисменты! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Благодаря своей растошенной груди, губам и волосам, а также нашим зрителям, которые нажали на зелёные кнопки, Тамара отправляется в комнату ожидания, где, возможно, получит кэш. И, наконец-то, кубец Ветруселя. АПЛОДИСМЕНТЫ Аппетитная девушка наконец-то появилась на этой сцене. Я ждал, я ждал, когда что-то сойдёт с её тела, чтобы рассмотреть её поближе. АПЛОДИСМЕНТЫ Я как будто бы окунулась в Египет. Это очень красиво, она умничка, молодец. У нас в ментале русского человека всё красиво и оба***ть. И вот я хотела показать, что я русский человек в данном случае. Я хотел, чтобы у неё что-то упало, я не знаю, но в конечном итоге я думаю, может, её обольют, и я увижу, настоящий ли у неё в груди или нет. Я очень переживала, мне страшно, не хотелось получить что-нибудь на голову. Я надеюсь выиграть в этой программе. Кто-то говорит, что рэп – это хорошо, кто-то говорит, что рэп – это плохо. Наш герой занимает нейтральную позицию, он просто читает рэп. Соломон. 21 год. Экономист. Коллекционирует очки. Занимался сексом на морозе. Сегодня все будут танцевать. Встречайте, Соломон. Занимался сексом на морозе. Занимался сексом на морозе. Я дам тебе шанс, чтобы ты была со мной. Ты говоришь, я эгоист, наверное, ты права. Но знай, что к этому меня ты привела. Как распутные души летим на танцпол. Вокруг много девочек, в руке микрофон. Я обнимаю то одну, то танцую с другой. Ты в истерике смотришь, я жтифа, только твой. Эти слезы на глазах я вижу, знаю каждый шаг. А ты танцуй, танцуй, плачь, танцуй, плачь, танцуй, плачь. Эти слезы на глазах я вижу, знаю каждый шаг. А ты танцуй, танцуй, плачь, танцуй, плачь, танцуй, танцуй Эти слезы на глазах, я вижу, знаю, каждый шаг А ты танцуй, танцуй, плачь, танцуй, плачь, танцуй, плачь Эти слезы на глазах, я вижу, знаю, каждый шаг А ты танцуй, танцуй, плачь, танцуй, плачь, танцуй, плачь Котлы, какой Тима тебе? Ничего, ты хочешь, я подержу, пока ты пойдешь в сливочную? Давай Да, такой молодец Ира, в каком переходе ты их купил? Не жалко? Ну ладно, давай, Дой. Зрители поголосовали, и как бы кэши, трэши, что тебя ждет, знает только бог, танцуй, плачет. Я под низкой павлюз. Хорошая идея. А вот, кажется, то самое земляничное фюре. А я тебя, а я тебя... А я его предупреждал, что котлы нужно было отдать мне. Ладно, Горя Ребера, проходи в гримерку. Это был полный трач! Я держу себя в руках. Сейчас у парня будет то, из чего можно будет вечером приготовить веселые блинчики. Или пельмешки. Это мука и варенье. Мы ему мешали наслаждаться своим нарциссизмом. Очечи, очечи на весь экран. Ярое такое вот индульгирование на самого себя, цепи, то есть... И я понимала, что, собственно, пришел показать себя, а это отталкивает. Мне кажется, тут сидят все знатки R&B просто. Нормальная песня, зажигательная музыка. Не знаю, что всем тут не понравилось. Было... Мне понравилось очень. Мне хотелось двигаться. Нужно было тебе в сливочную вместе снимать тебе. Да зачем мне в сливочную? Ну, если ты любишь так и R&B. Не, мне нужно. Я против был. Офигенные ощущения. Наконец-ки спасибо. МТВ мечт не сбываются. Пришло время узнать, кто сегодня получит кэш. Сергей тупо из жалости или Тамара за огненный танец с булками. Хочешь сделать хорошо? Приходи к нам на шоу и сделай. Если сделаешь хорошо, получишь кэш, а сделаешь плохо, я не позоверю твоей маме, которая будет афировать твои шмотки. от того трэша, который вылится на твою голову. Хотя, ладно, еще это я, я же добрый. Меня зовут Чак, и это было самое трэшовое шоу на всем российском телевидении. Кэшн Трэш на МТВ. Всем спасибо. Все свободны. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова